одна из наиболее ярких страниц прошедшего в париже авиасалона несомненное объявление о намерении заключить контракт на 20737 макс это объявление прозвучало как гром среди ясного неба такого конкурса не было и бриджер вейс и айберия не объявляли о желании модернизировать парк это вызывает конечно четкое ощущение некой внутренней договоренности между англосаксами британскими и американскими но тем не менее это действительно стало большой новостью но действительно глобально то смысле что если бы не контракт на эти 200 то условно говоря ну как вот в футболе бывает разгромный счет тогда бы вот обычно подводят по итогам авиасалона значит такой счет кто сколько на получил контрактов и заказов тогда бы у эрбаса получился бы по сравнению с боингом счет просто совершенно разгромный вот а теперь благодаря этому там получается вполне нормально то есть все понимают что у боинка продажи меньше чем у эрбаса по совершенно понятной понятным причинам но в то же время никакого разгрома нет поскольку вот это группа и g в которую входят british airways и берия и ряд других перевозчиков она действительно вот заявила о таком мощном консолидированном заказе но здесь нам понимать что это не заказ и не контракт это пока намерене письмо о намерениях но мне кажется что здесь помимо поддержания реноме боинга как ведущего производителя авиационной техники в мире есть еще один очень важный момент связанный с тем что боинг наконец включился в очень важную борьбу по восстановлению собственной репутации после вот действительно это очень сложной и некрасивой истории с 737 макс которые далеко не закончены и едва ли в ближайшие месяцы закончится каким-то образом парировать вот этот вот репутационный ущерб нужно наиболее что ли я сказал проактивным способом потому что в противном случае последствия могут быть катастрофически а